Для слушателей старше 16 лет. Особое мнение на 101FM. Курсия. Это хорошая тема. Да, мы это обсудим. Это отличная тема. Мы уже в эфире. Мы уже в эфире, слушатели нас слышат и понимают, что мы тут обсуждаем горячие вопросы. Это программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. И свое особое мнение выскажет Александр Семакин, заместитель председателя Кировской городской думы 5-го созыва, директор Куприта в 2007-2013 годах. Александр, добрый день. Добрый. Вот про то, что мы сейчас с вами говорили чуть попозже, про садики и школы, и должны ли быть школы на тысячу человек, и вообще, какими они должны быть. Начнем мы все-таки с прямой линии губернатора, которая вот буквально совершенно недавно состоялась. И там было несколько любопытных вопросов, и не обошлось без риторических вопросов. Позвонил взрослый человек, дама позвонила, и задала вопрос, который сводится к одной фразе. «Почему в Кировской области худшее качество жизни, и, судя по всему, в стране?» Закономерный вопрос. Вас вообще не удивило, что такой вопрос звучит на прямой линии губернатора? Ну, если человек задает, значит, закономерный вопрос. Ну, он имеет какие-то основания под собой? Вы задавались когда-нибудь таким вопросом? Ну, наверное, те города, как наш, он, ну, на фоне других, наверное, с такой же численностью, он не особо выделяется, как в худшую, как в лучшую сторону. Середнячок такой. Конечно, выделяются, да, города-миллионники. Там, конечно, да, Москва, это, как мы все знаем, это совсем, можно сказать, другая страна, в отличие от остальной России. Санкт-Петербург, Казань, да, это, конечно, она проблема всероссийская. Я вот хотел и сегодня в нашей встрече подчеркнуть, это все же такие, вот, то количество очковых сортиров, которые в нашей России и в том числе и в городе Кирове есть, где отсутствует канализация, то, ну, как можно сказать о качестве жизни? Ну, вы согласны с тезисом кировчанки, который сказал, что все-таки худшее, откуда берется такое ощущение? Ну, худшее качество в России, наверное, я бы так не сказал. Ну, откуда берется такое ощущение, на ваш взгляд? Что человек звонит на прямую линию губернатора, не стесняясь, утверждает это? Ну, в целом, если выйти, когда пасмурно, когда тротуар представляет из себя козью тропу, наверное, ну, как еще будет? Когда хмурые люди ходят вокруг, мы редко, если человек улыбается, мы считаем, что что-то у него не совсем. Ну, вот смотрите, вы сами сказали, что если смотреть по региональным центрам который сравним и с нашими по величине, то мы где-то такие вот средние, чем особо не выдающиеся ни в одну или другую сторону. Ну, да, я бы сказал даже, наверное, ниже среднего, да. Тогда люди... кировчанам вообще мы мало выезжаем за границы даже собственной области по статистике. А однако взрослый человек, который, в принципе, если мы будем сравнивать с Кировом 20 лет назад или 30 лет назад, наверное, мы живем лучше, но, тем не менее, этот человек утверждает, что он недоволен. Он недоволен настолько, что он говорит, что худшее. Погода всегда была такой, природа всегда была такой. Козьи тропы, вы же помните, мы в нашем детстве вообще по деревянным настилам ходили. Мы еще с вами ходили по деревянным настилам. На улице Кирпичной, по крайней мере. Именно так мы и ходили, еще в резиновых сапогах. И вот теперь, когда у нас благо цивилизации, у нас тут освещение, у нас тут тротуары какие-никакие там есть, ну, деревянных настилов не осталось, человек говорит, что худшее. Откуда берется это ощущение? Ну, кроме природы, погоды. Мы же любим нашу Родину. Мы любим, да. А что такое Родина наша? Почему так трудно об этом говорить? Вот сейчас вы задумались. А я вам заранее присылала этот вопрос. Почему? Ну, вы согласны с ней, нет? Ну, общее ощущение такое. Есть. Оно у вас есть. На что говорит нам Игорь Владимирович Васильев. Он нашелся и сказал в обычной своей манере, спокойной такой. Мы с вами вместе в прямом эфире на Кировском телевидении обсуждаем вопросы строительства, детских садов, школ, как мы будем поступать в культуре, в здравоохранении, в образовании, в охране окружающей среды. Я позволю себе не согласиться. Может быть, я излишне оптимистичен, но мне кажется, что по очень многим показателям мы начинаем двигаться неплохими, достигать неплохих результатов. И очень многое зависит от нас, подчеркивает Игорь Владимирович, от нашего настроя, от того, как мы к себе относимся, как мы хотим жизнь вокруг себя сделать лучше. Правильно ли я понимаю губернатора, который говорит, что мы сами этот негатив вокруг себя рассаживаем? Ну, наверное, можно согласиться с этим тезисом. Но те условия, в которых мы существуем, наверное, та атмосфера, которая формирует... А что вы имеете в виду под условиями и атмосферой? Ту окружающую среду, которая нас окружает. Чисто бытовую, благоустройство. Да, ну, конечно, да. То есть все, насколько может свободный человек взять, да, билет, куда-то уехать. Еду купить. Деньги, доходы, финансы? Да. Низкий доход? Да. Очень. Именно это вы считаете, что низкий доход в Кировской области? Ну, конечно, низкий доход. Хорошо. А еще добавил губернатор, что, судя по реакции присутствующих в студии, немногие согласны с тем, что регион живет хуже всех. Вот все-таки я предлагаю вам выбрать ту или иную сторону, Александр. Ну, я, наверное, где-то буду посередине. Не зря вы были депутатом, скажу я вам. Хорошо. Тогда мы с вами перейдем к событию, которое вот сейчас прям происходит. Начался первый всероссийский форум, который называется «Утилизация и рециклинг отходов в производстве и потреблении» в Кирове. С понедельника он уже идет, и прямо сейчас в торгово-промышленной палате секции эти происходят. Он организован Вятским госуниверситетом, компанией Росрау, Институтом биологии КОМИ, научного центра Уральского отделения РАН. И, собственно говоря, этот большой-большая, несколько конференций, круглых столов, защиты различных работ полностью посвящены как раз утилизации и возвращению в народное хозяйство отходов. Рассматривают их с точки зрения вторичного сырья, в частности. Ну и, конечно, там рассматривается вопрос строительства завода, который по планам правительства уже, да, утвержденным планом правительства, в поселке Мирный будет перепрофилирован. Да? Вы были на этой конференции? Я на этой конференции не был. Но тема вас это волнует. Тема волнует, да. Потому что я был на встрече, да. Вот, вы были на встрече. Ну, не здесь, не в этой студии. Нет, я имею в виду, вы ее обсуждали здесь. А с Сичихиным, кстати. С Сичихиным, да, товарищем, который во всех областях знаний все знает. Поэтому были там и представители местных жителей, которые были крайне возмущены той ситуацией, которая сейчас находится. Можно я только пару слов скажу? Напомню, это был эфир «Особое мнение» с Константином Сичихиным. И речь идет о встрече, которая происходила в Доме профсоюзов. Встречи, насколько я понимаю, не были открыты, потому что о ней не было объявлено. По крайней мере, пресса точно не получила никакого приглашения. Общественная палата тоже не получила. Я вот со своей стороны, как человек, который работает в СМИ и в общественной палате. Я такой же был приглашенный, как и все остальные. Вам по звонку? Вы по звонку туда пришли? Да, да. А кто вас пригласил? Меня пригласил Валерий Васильевич. Да, он организовывал. Он там вел, модерировал, насколько нам известно. Окей, рассказывайте. Была там учительница заслуженная. Заслуженный учитель Российской Федерации. Сейчас на память я не помню, как ее зовут. Откуда она? Она местный житель в поселке Мирный. То есть, она очень много слов сказала, да. Но самое, что резануло и мое сердце, да, это окончание нашей встречи. По левую руку сидел со мной за столом Федор Сураев. Депутат УЗС. Да, по правую руку сидел Редькин. Тоже депутат УЗС. Депутат УЗС, да. Справедливоросы оба. Да, оба справедливоросы, да. И она подошла и, я не знаю, даже как, можно сказать, руку поцеловала. Прощаясь в благодарность того, что ее выслушали. Все ее чаяния, горести. Поэтому вот та заключительная встреча, вот ее именно прощание сподвигло меня прийти и выступить здесь на Эхо Москвы. По данной тематике. Что касается заводов Марадыкова, конечно, ну вы, Светлана, были в Астрии, да. Прекрасный завод там, конечно, на сегодняшний момент все, что касается утилизации, в том числе опасных токсичных отходов, эта проблема решена. Но Россия на сегодняшний день своими технологиями в области утилизации первого, второго класса опасностей не обладает. Это факт. Ну, то есть они есть, они большие в разработке, но не в промышленных масштабах. В те годы, когда возглавлял открытое акционерное общество Купред, занимался этой проблематикой, особенно утилизацией ртульцесодержащих ламп, я не мог найти в России, да. То есть тот, на ту установку, да, которая бы предполагала утилизацию соответствующая норматива. А там сумасшедшие цифры в седьмом году были. Вот сейчас мы видим, кстати, на этой конференции показывали цифры, насколько там в разы меньшие объемы сейчас этих ламп население сдает. Ну, я честно скажу, там лампы были, они привозились из Коми, из Салихарда были. На Куприд? Да, конечно. На полигон, который вот не очень далеко. Не на полигон, это был цех демаркуризации ртутных ламп, который находится на Луганске. Он сейчас действует? Конечно, да, это установка, она чебоксарская, да, там... То есть утилизация ртутных ламп у нас... Не только ртутных ламп, но и ртульцесодержащих отходов. И ртульцесодержащих отходов у нас на Луганске в городе Кирове происходит. Так. Единственное, да... Простите, мы должны прерваться на полминуты, сейчас у нас будет небольшой перерывчик, и я просто предоставлю вам все время, чтобы вы рассказали о том, как это было, и что вы думаете сейчас по поводу этой реформы и строительства завода по переработке отходов первого-второго класса опасности. Продолжается программа «Особое мнение» Светланы Занько у микрофона. Своё особое мнение высказывает Александр Семакин, заместитель председателя Кировской городской думы 5-го созыва и экс-директор Куприта. Это работал Александр Куприте с 2007 до 2013 года. И сейчас как раз мы заговорили об очень интересном моменте. Интересно, правда, как это всё было в 2007-2013 годах. Вы сказали, что ртульцесодержащие отходы, в том числе и лампы, утилизировали и утилизируют на улице Луганской в городе Кирове предприятие Куприт. Важно узнать, это установка российская? Да, российское, производство Чебоксары. Чебоксары. Какой объём ламп она перерабатывает? Ну, сейчас уже я... Ну, она справлялась, давайте так, справлялась, не справлялась с объёмом? Нет, ну, просто был цех, он был не отапливаемый. Поэтому, когда была плюсовая температура, да, то есть там, ну, это вид печки, да, то есть нагревается, пары ртути поступают через угольный фильтр, там остается стеклобой, который крошится и вывозится на полигон твёрдых бытовых отходов. А вот этот ртуть... А дальше сдаётся тот загрязнённый... Уголь. Да, угольный фильтр, мы сдавали его как раз тому производителю... Чебоксары. Чебоксары, да. Обратно. Да. То есть... Возвращаемся к объёму. С объёмами справлялась эта печка? Ртутных ламп, которые поступали? Или нет? Ну, оставался объём, который может быть, да, на зимний период, да, но в процессе года весь объём был утилизирован. Угу. То есть, таких проблем не было, но механизм был очень затратный, потому что, ну, понятно, печь, она энергоёмкая, поэтому говорить о прибыльности этого вида бизнеса не приходится. То есть, покрывали, можно сказать, убытки другими видами. Это полигон, в первую очередь, самое доходное место, которое существует на предприятии, которое занимается утилизацией отходов. А что ещё привозили в Куприд? Какие отходы, если мы говорим о первом-втором классе опасности? Привозили конденсаторы, содержащие бифенильное масло. Аккумуляторы? Аккумуляторы. Ну, он перечинён большой. А аккумуляторы перерабатывались или нет? Нет, ну, сливалась кислота и дальше сдавалась утилизация. Ну, просто на полигон имеется в виду? Нет, нет, нет. Дальше. А дальше куда на переработку? Свинец. А, свинец. Да, да, конечно. А куда сдавались утилизации? Ну, сейчас уж я не вспомню. Не, ну, я знаю, что у нас... Не, ну, те, кто занимается приёмом лома, конечно. В Кирове же? Да, конечно, да. И дальше уже цепочка терялась? Да, большой объём был, ну, и в том числе из других регионов, да, то есть Коми здесь были помощниками. Коми сюда поставляли свои отходы? Да, нет, да, это компьютерная техника, бэушная, то есть в цехе Почвамаш, бывший завод Почвамаш, это заводская 1, цех там, ну, вручную разбирались, пластмасса, то есть всё ценные, какие были металлы из компьютеров сдавалось дальше, как цветмет, а отходы, пластмассы, всё дробились и возились на полигон твёрдых бытовых отходов. Я правильно понимаю, что вот эти вещи, лампы, аккумуляторы, компьютерная техника, это всё в Кирове перерабатывалось? Ну, да, конечно. В городе? Да. В городе. Так, вы говорили мне вчера, когда мы с вами знакомились, я специально вам позвонила, чтобы познакомиться, поскольку действительно я там глубоко в теме, насколько я могу быть как не специалист там в этой области, а как общественный, общественник там и горожанин, чтобы говорили о том, что очень важно, чтобы вы, как человек, который работал на этом предприятии и выражает сомнения, серьёзные очень сомнения, о необходимости строительства вот этого завода в Мирном, рассказали максимум своих знаний и сомнениях. Поэтому, пожалуйста. Ну, у меня самое главное сомнение, да, что как практик надо это всё пощупать, потрогать, увидеть своими глазами, которые здесь, в России, да, сделаны. Этот завод, который в Астрии, да, как мы и вчера говорили, что, к сожалению большому, у нас столько в городе Кирове, Кировской области австрийцев нет. И завтра они тоже не появятся. Поэтому как, у нас есть, сейчас в виде памятника стоит. А что вы имеете в виду? Завод ГЛАД, инженер-техник, ГМБХ. Прекрасно, да, то есть никто не производит, да, из препаратов крови, да, плазму, который... Ну, известный людям завод плазмы крови. Да, да. Который строили-строили и не построили. Да, и выяснилось, какой вопрос, да, это министр здравоохранения Российской Федерации, госпожа Скворцова сказала, что да, там у немецкого подрядчика, этого ГЛАД, инженер-техник, технология устарела. Ах, вот что выяснило. Технология устарела. Они растащили этот завод по косточкам, о чем знает весь город. Ну, я тоже не участвовала, но об этом говорили абсолютно все, кто там трудился. Я привел этот пример тому, что какая гарантия, тем более вы говорите, что все растащат. Какая гарантия, что там... Не я говорю, это люди, которые там работают. Самые опасные токсичные отходы. Давайте, давайте. И я бы немножко... Вот здесь бы, мое предложение здесь, вот как для рассмотрения, я не знаю, есть еще советских времен, организованный в 1969 году, это полигон токсичных отходов, ну, промоотходов, находится в Красном Боре, это Ленинградская область. С того времени накоплено на сегодняшний день порядка двух миллионов тонн этих токсичных, в том числе и жидких отходов, там 70 карт котлован на сегодняшний день. Да, на 2014 году официально закрыто, но там на сегодняшний день продолжаются и пожары там не есть, там в 2014 году, там, ну, практически, может быть, не каждый год, но периодически этот полигон подлежит возгоранию. Поэтому... И что? Если есть возможность... Как это соотносится с мирным? Такой объем отходов может быть не сразу на четыре объекта распространять и строить эти четыре завода. Я не очень понимаю, Александр, поясните, пожалуйста, просто у меня не стыкуются. Мы сейчас заговорили про Киров, и вы говорите, что у вас сомнения, что в Кирове нужно строить этот завод, потому что кировчане не австрийцы. И тут же вы перекидываетесь на полигон 69-го года в Санкт-Петербурге, в Красном Боре. Что вы имеете в виду? Где здесь связка? Этот завод построить там. Нет, ну там идут работы. И сейчас эта задача по рекультивации и работе с этим полигоном очень сложно и страшно. Это отдельная история. Но вы вчера видели слайды о накопленном вреде в Кировской области, который состоит миллионы тонн. Вот отходы токсичной перво-второго класса опасности в Кировской области. Миллионы тонн по официальным данным. Тамара Яковлевна Ашихмина вчера это представляла, подтвердила Министерство природопользования. С этим что делать? И с тем, что образуется каждый день на предприятиях? На сегодняшний день пока продолжать накапливать. Но это же очень опасно и вредно. Нет? Тот завод, который планируется построить, он не будет вредным? Ну, это вопрос. То есть у нас есть дилемма. У нас накапливаются из года в год вредные вещества, которые хранятся тоже по устаревшим технологиям. Вы это знаете, вы сами мне вчера об этом говорили. И когда вы мне рассказывали вчера, вы сказали, что даже в то время, когда вы работали, вам некуда было пристроить отходы на переработку. Значит, у нас... На переработку, да. У нас для сдачи, да. У нас для сдачи это значит снова полигон. То есть это накапливается вред. И вы говорите, пусть все лежит. Почему? Потому что мы не австрийцы. Я вас прошу просто как профессионала все-таки как-то нам расшифровать это. То есть получается, что вы призываете накапливать эти вредные отходы, смотреть на них. Они будут накапливаться, как на полигоне, если не как, вот там в Ленинградской области. То есть все равно они накапливаются. Миллионы бетон, как говорила Тамара Яковлевна, Шихмина и приводят открытые данные. Потому что почему? Потому что я не верю в завод. Завод нужен или нет? Перерабатывать их нужно, эти вещества или нет? Нужно перерабатывать. Тогда как? Как, если нужно? Строить завод там, где они максимально образуются. И тот объем отходов, который есть в Ленинградской области, на Красном Боре, можно там построить. Там идет своя работа. А с нашими-то отходами что делать? Вот у меня вопрос как. Ну, там технологию отладить все какие-то нестыковки, может быть, и те материалы, которые будут входить, те установки, которые, может быть, и в России производить можно будет. То есть все... Я правильно вас понимаю? Да. Вы предлагаете построить в Ленинградской области пилотный завод. Ну, как рассмотреть, да, конечно. В Ленинградской, не в Кировской. Да, да. Потому что пусть лучше в Ленинграде. И если будет положительный опыт... Подождать, пока он поработает. Ну, отлади всеми... Посмотреть, как он работает. А потом уже распространять опыт на другие регионы. Точно. А пока нам накапливать наши опасные отходы у нас на территории. Ну, они часы перерабатываются. Ну, вот на старой... На старой... В зоне Кирова, надо заметить. На старой установке, которая не справлялась уже тогда, когда вы работали. Вы мне вчера говорили об этом. Так ведь? Ну... Ну, я... Ну, вот... Вы об этом говорите? Да, да. Так. Почему? Потому что вы не верите в россиян. Да, не верю в эти технологии. В технологии все-таки? Что эти технологии не опробованы? Да, что... Как бы потом не получилось, что, да, это были старые технологии, а тот вред, который там принесет все же такие токсичные отходы, которые за собой последуют, болезни людей, и нашим детям здесь жить. Беспокоит здоровье наших детей. У меня нет уверенности, что будет минимальное влияние на жителей, в том числе поселка Мирный. Ну, и Киров, он находится рядом. А может ли... Вот такой вопрос. То есть вот заводы планируются построить только в 2023 году. В 2023. Технологии сейчас рассмотрены, там отобраны, положим. А считаете ли вы, что простых там или непростых встреч с общественностью, с научным сообществом, разъяснения, какие-то гарантии, понятно, на словах, раз ничего еще не работает, может вас переубедить или нет? Или только действительно работающий завод, и, значит, должны пройти, наверное, там годы, а может десятилетия, убедит вас, что это нужно делать? Ну... Я просто... Ведь все задают эти вопросы, которые вы задаете. Абсолютно все. Правда же? Ну, то есть... И мы же тут же понимаем, что вред от отходов, которые мы накапливаем, он прямо сейчас, вот этот вред распространяется и на нас тоже влияет. И, с другой стороны, там, вроде и ждать десятилетия, это уже нет возможности, да? Держаться больше нету сил. И веры нет. И такая ситуация ужасная. И то плохо, и это нехорошо. И что вы предлагаете? Я ничего не предлагаю. Это ваше особое мнение. Я бы все-таки пока подождал. Вот. Но, тем не менее, вопросы-то у людей остаются. Им тревожно, непонятно. Решение правительства есть. Вот с этой частью вопроса, что делать? Я думаю, что надо... Петиции подписаны. Люди собираются. Надо отложить. А как это надо сделать, чтобы отложить? Как это можно сделать? Какими механизмами? Вот когда вы собирались на этом собрании, вы же, наверное, обсуждали, как можно поступить. Ну, каждый там высказал свое мнение. Нет, вот как можно донести и убедить другую сторону правительства, получается, что не время и не место. Ну, наверное, митинги. Какой еще путь есть у людей на сегодняшний день? Я другого не вижу. Прервемся. На две минуты у нас реклама и продолжим разговор. Александр Семакин, экс-директор Куприта, у нас в студии заместитель председателя Кировской городской думы пятого созыва. Особое мнение на 101FM Это особое мнение Александра Семакина, заместителя председателя Кировской городской думы пятого созыва и директора Куприта в 2007-2013 году. Но вот темы эти все связаны, о которых мы с вами говорим. И вопрос жительницы Кирова, губернатору, которая, ну, практически не вопрос, а такая, да, была реплика, крик души, когда она сказала, что худшее качество жизни в регионе. И сомнения жителей по поводу необходимости здесь и сейчас строить завод в Мирном по переработке. Они связаны все. И когда мы выходим на улицы нашего города, мы тоже начинаем замечать, в том числе, в первую очередь, наверное, недостатки, к сожалению, поскольку солнце не светит и не радует. И говорим бесконечно о благоустройстве. Зима, снег. Вот буквально вчера губернатор Кировской области предъявил претензию практически городской администрации по поводу плохой очистки улиц. Вы хозяйственник, вы в депутатах долго достаточно работали, ваши 20 вопросов тоже касались. Как вы оцениваете то, что сейчас у нас вот сейчас в зимний уже период происходит, насколько качественно чистят дороги, можно даже в сравнении как-то посмотреть на это. и насчет благоустройства городского мы тоже можем сейчас поговорить. Ну, если центральные дороги еще как-то чистятся, то, конечно, состояние тротуаров оставляет желать лучше. Действительно, после, буквально неделю назад, наверное, можно было на коньках ездить. Делали такие сюжеты даже. Да, как тут? Единственное, единственный способ это все делать своевременно. Выпал снег, есть нормативное время, согласно правил благоустройства, когда должен этот снег с тротуаров быть убран. Ну, из года в год ситуация повторяется. Ну, да, мы всегда неожиданно выпадает снег. Всегда, ну, мы в таком климате живем, поэтому у нас снег, видимо, со стороны дорожников бывает редко, они всегда почему-то не готовы. Трудно говорить в такой ситуации о доступной среде. Да, и все же таки вот ту женщину можно как раз таки вспомнить, почему она губернатору такой вопрос и задала. Поэтому, ну, как тут? Я не знаю, как тут. это каждый год повторяется, и все, одна и та же песня, поэтому... Ваше время, когда вы были депутатом, было то же самое? Здесь, наверное, надо менять этих, как сказать, ну, бесполезно кровати передвигать, да. А, ну, смотрите, кстати говоря, между прочим, вы сейчас имеете в виду чиновников. Ну, конечно, да. Надо менять команду. Она постоянно меняется. Ну, она постоянно меняется, да. Что не год у нас, то уходит чиновник. Ну, видимо, и самая интересная зависимость, что есть департамент образования, там практически никакой текучки нет. А все, что связано с департаментом городского хозяйства, почему-то там большая текучка. У вас есть какие-то по этому поводу мысли? Почему так происходит? Хотя как-то у меня это увязывается именно с федеральным финансированием по той программе благоустроенной дороги. Комфортная среда, безопасная, качественная дорога. Федеральные деньги. Да. Федеральные деньги, видимо, какой-то они обладают магией, магической силой, видимо, так что только руководителей хватает только на год. Потом они как-то быстро и куда-то в неизвестном направлении испаряются. Большой вопрос Илье Вячеславович. Еще хотелось, конечно, в плане комфортности жизни. Я проживаю на Воровскове, 92, и буквально вчера вспомнил, что есть такая песня шнурада «В кране нет воды». Потому что в кране не было воды 2 дня. И самый цимус в этой проблематике, что до этого было ККС, в этом месте копали. Я уже, как сказать, сбился со счета сколько раз. Когда летом пришла компания «Водоканал» муниципальное предприятие, то ситуация, она не поменялась. Там постоянно в этом месте опять уже, наверное, с лета третий раз в этом месте роют. Это как раз я бы хотел обратиться к Илье Вячеславовичу, чтобы он как-то взял на контроль, как говорю, языком чиновника, и все-таки эту ситуацию исправил. Потому что 21 века мы сидим без воды, и нет ни холодной, ни горячей воды. Поэтому ну как? Я хочу просто понять. ну вот человек большим еще раз говорю опытом и чиновником, депутатским опытом, да, и опытом не работали, да. И вот был Шульгин, не было Шульгина. Ситуация-то все время одна и та же. Но мы апеллируем всегда городской администрацией. Понятно, что они за это отвечают. А вопрос... Сейчас муниципальное предприятие «Водоканал» как должен? Конечно, конечно. Абсолютно согласна. администрация города на сегодняшний день возглавляет Шульгин. То есть все-таки вот хочу понять. Два фактора, которые нас называют всегда. Отсутствие денег и человеческий фактор. На ваш взгляд, какой тут фактор наиболее значимый? И действительно у нас отсутствуют деньги? И действительно у нас люди непрофессиональные, некомпетентные Светлана, вы согласитесь за последние годы на сколько тариф на воду, на горячее водоснабжение? Да, все тарифы. Насколько они выросли? Ведь еще лет десять назад говорили, что у нас там сколько? Тариф 80%. Ну, за десять лет во сколько раз вырос тариф? То есть могли бы и сделать? Ну, потому что когда тот же водоканал, да, КТК свой тариф утверждает в РТС, он, конечно, эти затраты, в том числе вот бесконечные эти копания, бесконечные эти ремонты, они же вписывают туда. Поэтому тариф он и растет. А в ОСН и не там. А в Кране нет воды, да? А в Кране нет воды. Ну, слушайте, у нас есть и хорошие новости в городе. У нас остается пять минут, и хочется на какой-то хорошей новости. Хотя, может быть, вы сейчас разгромите эту новость и скажете, что все не так хорошо. В Кирове возрождается проект 30 скверов. В ближайшее время активисты перезапускают сайт 30 скверов Кирова, опрос собираются проводить в соцсетях, ТОСах, в центрах местной активности, чтобы, исходя из потребностей горожан, проведя ревизию 140 земельных участков, которые изначально были задекларированы как свободные под зеленые зоны, начать вот такую пустырей под скверы и парки. Хорошая же новость. Да, хорошая. Но вот два года назад, когда этот проект прервался, натолкнулись активисты на бюрократические процедуры. Все никак не могли найти механизмы простые, чтобы можно было состаковать деньги бизнеса, активистскую инициативу и вот все-все-все-все документы, которые требуют утверждения, чтобы массово так эти скверы зазеленили у нас. Есть ли у вас ощущение, что вот нынче ситуация изменилась и все может пойти быстрее и интереснее и больше у нас появится в следующем году скверов? Ну, сложно сказать, сложно сказать. Я бы хотел еще остановиться на вот именно Кочаровском парке, да, и в части вот тротуаров, вот та система сбора воды, которая там сделана на сегодняшний день, да, то есть вот был недавно, да, было очень много осадков выпало. В принципе, та дренажная система, которая там сделана, она показала свою эффективность. В этом году ведь ее переделали. Я бы вот в части удобства, да, тротуаров, все же таки надо делать, когда мы делаем дороги, делать и тротуары, но начинать надо все же таки с проекта. То есть, где уклон, где слив, чтобы, ну, как говорится, выпали осадки, и через какое-то время, там, буквально полчаса, тротуар, в идеале, должен быть сухой. То есть, должна вода с него стекать. Для этого, конечно, нужно проект. То есть, не просто плитку положить, а нужен дренаж, нужна ливневка. Да, да. И без этого не допускать ни одного проекта. Точно. Да, вот здесь вообще, мне кажется, никто не поспорит, но все-таки, возвращаясь к инициативе по там, скверам, по скверам, сами-то вы когда-нибудь вот в таких общественных инициативах принимали участие? Я, нет, не принимал. А про проект про этот раньше слышали? про 30 скверов. Слышал, да. А вот сейчас, когда он снова возрождается, вам самому интересно поучаствовать в такой истории? Ну, да, если... Объединиться с соседями, посмотреть, где участки прилегающие, зеленые. Ну, есть она, недалеко от дома, есть там река Делюльченко, там прекрасное место есть. И там, с одной стороны, да, сегодня она в запустевшем состоянии, но там есть такая фирма, как бы, Спартак, в том числе, сосед, он давно пробивает эту тему. А это на Солнечной? Да. Ага. А ведь там даже проект существовал. Даже проект. Идеальное место, там такую красивую можно сделать набережную. Тем более, там, ну, в этом микрорайоне все же такие, таких мест отдыха не хватает. Вообще нет их, по Люльченке там. А вас вдохновил проект Солнечная Люльченко? Следили за ним? Благоустройство сквера на первом сквере? Ну, где-то так, я, может быть, да, видел, но как-то так. Между прочим, вот этот участок, о котором вы говорите, по нему ведь даже несколько проектов существует, нашей архитектурой разработан несколько раз, но все никак не реализуется. А что касается Люльченки, то вот активисты весь год прошедший собирались практически ежедневно и смогли благоустроить своими силами первый участок Люльченки. И все-таки, вот вы сомнений к этому относитесь? Может быть, тогда вы скажете, чья должна быть эта работа? Городской администрации или горожане пока не примут участие в этом, ничего не изменится? Ну, когда симбиоз, это всегда лучше. То есть это всегда более эффективный проект, то есть где учитываются мнения граждан. И мы же делаем это место для отдыха. комфортно, чтобы каждому приходящему было чем там заняться, и он получал удовольствие, находясь на этом месте. Спасибо большое. Это была программа «Особое мнение». Александр Семакин его высказывал. Меня зовут Светлана Занько. Всем хорошего дня. Особое мнение на 101FM